Привет, привет, друзья, подписчики и привет всем, кто смотрит мои видео. В этом видео речь пойдёт об теме, о чём говорит свет свечей зажигания и что означает. Если в двигателе заметили неисправность, как по цвету свечей зажигания определиться, куда лучше искать причину неисправности двигателя. Много раз в моих видео говорил, что я не мастер. О том, что я тут на канале рассказывал, это всего лишь из моего скудного глупита и изучая материалы в интернете, экспериментируя некоторые факты. Многие в комментариях задают вопрос, вот мой двигатель ведёт так и в чём проблема. Чёрт её знает, друзья, я же не Нострадамус, чтобы, не зная марку автомобиля, год выпуска, какой там именно двигатель и многое ещё, просто так взять и угадать, в чём причина. Чем время проходит, тем усовершенствуется и усложняются автомобили. Весь процесс в двигателе управляет портовой компьютер и вся этот процесс управления подчиняется разным алгоритмам, которые запрограммировали в блоке управления инженери той или иной марки автомобиля. Часто эти алгоритмы похожи друг на друг. В той или иной ситуации, когда в двигателе имеется какая-то неполадка, в разных машинах симптомы и многое ещё появляется по-разному. Хорошо ещё то, что с помощью сканера OBD2 можно подключиться к бортовому компьютеру автомобиля и прочитать там ошибки, что бортовому компьютеру не нравится. Потом, следуя по этим ошибкам, угадывать и перепроверять многое, чтобы выявить, где именно кроется причина неполадки. Вот почему я всем рекомендую приобрести хотя бы простой, дешёвый OBD2 сканер на Алиэкспрессе. Ссылки для покупки оставлю ниже в описании этого видео. Ну, что сделать, если всё-таки нет диагностического сканера и хочется определиться, куда лучше искать причину неполадки. Есть ещё дедовские методы, которые хорошо работают и на современных машинах. Этот метод можно назвать определением неполадки в двигателе с помощью цвета свечей зажигания. Чтоб не упустить какой-то важный момент, я пересмотрел интернет по этому поводу. Сделал текст, озвучил, сделал видео и представляю к вашему вниманию. Если что, упустил, спрос по-написать и дополнить в комментариях. Многие в комментариях пишут. О, я догадался, автор читает текст. Не знаю, друзья, что тут удивительного, что я в интернете нашёл и переработал текст, который вам будет интересен. Не понимаю, что тут чудного, что я читаю текст и так озвучиваю видео. У меня просто нет времени посидеть как школьник и выучить текст наизусть. Думаю, кому информация интересна, для него большое значение не имеет автор, читает или наизусть озвучивает. Главное информация до аудитории донести так, чтобы оно было интересно и легко понятливое для всех. Что вы думаете по этому поводу, прошу написать в комментариях. Ну и теперь переходим по делу. Если что-то заподозрили и двигатель работает не так, откручиваем свечи зажигания и наблюдаем на цвет. И вообще в каком они состоянии. Исходя из названий и тематики нашего видео, нашу внимание сострадоточим именно на цвет свечей. Рабочая часть свечи постоянно находится в зоне горения топливной смеси и способна служить индикатору процессов, протыкающих внутрь цилиндра. Автолюбителю с многими стажем, привыкшим самостоятельно ремонтировать машину, нетрудно выявить проблему, посмотрев на цвет свечей зажигания. Какие существуют варианты окраски искровых электродов? Первое. Светло-серый или белый. Второе. Черный. Третий. Кирпичный либо откровенно красный оттенок. Помимо всяких расцветов, юбка свечи покрывается разнообразными отложениями, сожей, коричневым нагаром или могут просто выглядеть мокрыми. Указания и явления тоже считаются признаками различных неисправностей. Предлагаю рассмотреть подробно каждую ситуацию. Ситуация светлее электроды свечей. Пелье или светло-серие свечи зажигания во всех цилиндрах признак обедленения топлива в воздушной смеси, которое подает инжектор либо кальбуратор. Причем юбка, площадка возле электродов и резбовая часть абсолютно сухая, без следов масла. Хочу еще наполнить топливом воздушный смеси, называется обедненным, если там допустимая порция воздуха больше, чем бензин. Почему подается бедная коричная смесь? Ламбда-азод неправильно информирует блок управления о количестве кислорода в выхлопных газах. Причина износ татчика. 2. Неисправные либо засоренные форсунки. 3. Некорректные настройки карбулятора или забитые топливные жиклеры. 4. Недостаточное давление топливной рампы инжектора. 5. Проблемы с регулятором холостого хода. 6. Подсос воздуха под коллектором, либо в другом месте. 7. Неудачный чип тюнинг контролера, сделан хозяином автомобиля. Ситуация. Рабочая часть свечей покрыта черной сажей. 8. Черные свечи зажигания – симптом, указывающий на слишком обогащенном корючей смеси. 9. Доля бонзина в топливно-воздушной смеси увеличена сверх нормы. 10. Поэтому топливо сгорает не полностью, так как не хватает для этого кислорода. 10. И образуется слой сажи на стенках камеры и свечных электродах. 11. Дополнительный признак данной проблемы. 11. Тим черного или темно-сизого цвета из выхлопной. 12. При перегазовках из трубы могут вылетать мелкие хлопья сажи. 13. Причин обогащения топливно-воздушной смеши довольно много. 14. Самые распространенные выглядят так. 15. Пришел негодность один из ключевых татчиков – расхода воздуха, температуры, положения дросселя, либо лямбда-зонд. 16. Контролер активирует аварийную программу и готовит смесь по другим показаниям. 16. Неисправности калькулятора. 17. Сосоры воздушных жиклеров, износ дроссельных заслонуток и т.д. 17. Третья причина – поломка регулятора давления в топливной магистрали. 18. Износ форсунок – распилители переливают и протыкают при неработающем силовом агрегате. 19. Проблемы с искрообразованием – мощности электрического импульса не хватает для нормального воспламенения горючей смеси. 20. При работе на обогащенной топливной смеси мотор захлебивается. 21. Наблюдается нестабильный холостой ход и пропуски циклов. 21. Третья ситуация – происхождение красного налета на свече. 22. Данное явление встречается реже, чем в еще описании эффекта. 23. Почему на некоторых свечах наблюдаются красные электроды? 24. Причины. 25. Первая причина – бак солит бензин низкого качества с добавками, повышающими активное число. 26. Вторая – автолюбитель либо поставщик горючего отливает бензин при садке, в чей состав входит большое количество металлов. 27. Третья – владелец машины поставил цилиндры свечи, не подходящие по калинному числу. 28. Обозначение калинного числа указывается на корпусе свечей, и эта величина указывает, в каком топливном диапазоне должна работать свеча зажигания. 29. Свечи с низким калинным числом используются в промышленных двигателях. 29. Свечи с средним калинным числом используются в обычных двигателях. 30. Свечи с высоким калинным числом используются в спортивных двигателях, где двигатель часто работает на повышенных оборотах, и, соответственно, температура двигателя часто высокая. 31. Эксплуатация автомобиля неподходящими свечами по калинному числу снижает мощность мотора и гораздо сокращает ресурс элементов. 31. Причины возникновения красноватого оттенка свечей не несут прямой угрозы силовому агрегату, но вредят долгосрочной перспективе. 32. Кроме цвета свечей о текущих проблемах с мотором поведают следующие симптомы, которые Вы можете выявить после выкручивания свечей зажигания. 33. Первое. На резьбовом наконечнике и площадке возле наружного электрода виднется моторное масло. 34. Второе. Свеча откровенно мокрая. Есть резкий запах бензина. 35. Третий. Внутренний электрод подгорел либо отсутствует. 36. Когда на свече присутствует большое количество масла в жидком состоянии, стоит задумываться о проверке цилиндропоршневой группы. 37. Смазка проникает через маслесъемные кольца. 37. Мокрая, пахнущая бензином свеча наверняка выкручена из цилиндра, где не происходит возгорание бензина. 38. Второй вариант. Полный выход из строя самой свечи. 39. Очевидно, что свеча с выгоревшим электродом подлежит замене. 39. Важный нюанс. Эти детали не меняются по одной, а только комплектами из 4 штук или из 6 штук, в зависимости от двигателя, сколько там цилиндров. 40. В конце видео еще один важный совет. 41. Допустим, вы открутили все свечи зажигания и все в отличном состоянии, кроме одного или двух из них. 42. Это означает, что в том цилиндре, где цвет свечей подозрительный, имеются неполадки. 43. Причиной неполадки может быть в ищече из строя сама свеча зажигания в этом цилиндре. 44. Проблемы с искрообразованием, износ форсунок, маслесемные кольца в этом цилиндре или еще что-то другое. 45. В любом случае, посоветуйтесь с мастером. 45. Ну и рассказать все нюансы по поводу свечей зажигания в этом коротком видео не удастся. 46. Если есть интересные предложения и вопросы по этой тематике, пишите в комментариях и постараюсь вместе с вами разобраться. 46. В конце видео просто подписаться на канал, жмите на колокольчик и ждем новые видео. 47. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok